Самарская молодежь активная, позитивная и очень энергичная, поэтому День молодежи встречают по-спортивному. В парке Гагарина одновременно открылись несколько площадок. У столов с настольным хоккеем много желающих поучаствовать в соревнованиях. За звание лучших сражаются и парни, и девушки. Влада Варова играет впервые. Говорит, хоккей, хоть и настольный, все равно не женский вид спорта. Это не получилось, поэтому Паше приходилось мне немножко поддаваться, а то я бы уже давно, наверное, перестала бы играть. На обновленном стадионе проходят соревнования по фризби. В товарищеском матче сошлись команды Самары и Тольятти. Фризби – это игра с летающим диском. Правила чем-то напоминают американский футбол. Игроки говорят, это только со стороны, кажется, все просто и легко. На самом деле, без стратегии и серьезной физической подготовки на поле делать нечего. Это отличный вид спорта в плане фитнеса, оздоровления. И действительно, надо думать, надо бегать. То есть, сочетание всего и сразу. Для любителей музыки в парке открылась площадка «Меломан». Здесь каждый мог освоить игру на ударных. Раз, два, раз, два, 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 четыре. Праздник для самарской молодежи организует городской департамент культуры, туризма и молодежной политики. В прошлом году праздновали на набережной. В этот раз организаторы выбрали для проведения Дня молодежи парк «Гагарина». И не случайно. Излюбленное место отдыха самарцев после капитального ремонта. Здесь появилось новое футбольное поле, спортивные площадки и сцена. Найти занятие по душе здесь может каждый. День молодежи так и должен проходить, потому что молодежь у нас спортивная, здоровая, инновационная. И поэтому очень здорово, что она откликается на наши предложения и участвует во всех этих активностях. В завершении праздника победители всех спортивных площадок получили дипломы и призы. Главным подарком самарской молодежи стал большой концерт. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов. События.